Ох, какое доброе и солнечное утро. Так не хочется вставать. И сон мне хороший снился. Сея. Правда, точно не помню, что было. Но она говорила что-то про ответственность. Ладно, пора вылезать из тёплой кроватки и одеваться. Ух ты! Что это такое? Собачки! Вот это да! У меня на кровати лежат собачки. Точно такие же, о которых я мечтала. Ух ты, какие вы лапочки! Какие маленькие и пушистые собачки. Откуда вы тут такие взялись? Какая прелесть. Наверное, эта фея мне прислала подарок. Не зря она мне сегодня снилась. Вот про что она говорила. О, ты уже видела наш с папой подарок. Так это вы мне подарили? А я думала фея. Жалко. Хотя, такой подарок. Такие пушистики. Нам фея шепнула на ушко, что ты хочешь вот таких вот милых пушистиков. Большое спасибо вам. Но только учти, животное – это большая ответственность. Это не игрушка, с которой поиграл и забыл. О животных нужно заботиться. Кормить, поить, собачек выгуливать и, конечно же, следить за их здоровьем. Конечно, мамочка. Я буду за ними ухаживать и буду с ними играть постоянно. Вот и отлично. Пойду займусь делами. Ух ты, какой ты баловник. Игрун маленький. Хе-хе, какой ты веселый. Пойду вам сделаю что-нибудь покушать. Вы, наверное, проголодались. Сейчас приду. Оставайтесь, никуда не убегайте. Я пойду сделаю вам покушать. Держи, здесь вкусняшки. Я думаю, вам понравится. Ну, где твои щеночки? Где эти маленькие безобразники? Куда-то убежали. Пойду поищу. А, вот вы где. Иди ко мне, малыш. Иди ко мне на ручки. Одного песика я сняла. Ну, где же второй? Иди вот сюда посиди, малыш. Где же второй? Я слышу, где-то он попискивает. Вот ты где. Как же высоко ты забрался. Сиди, малыш, не слезай. Я сейчас подставлю стул и тебя достану. Малыш, не слезай. Маленький, как же ты ушибся. Иди ко мне на ручки. Быстрее, иди ко мне. Нужно быстрее его отнести к маме и позвонить доктору, ветеринару, который лечит животных. Он должен приехать и осмотреть. Не полагаю себе такой маленький щеночек при падении с большой высоты. Доктора вызывали. Так, где у нас больной? Это ты, маленький шустрик, который успел забраться так высоко, что упал. Давай я тебя сейчас осмотрю. Так, где твои лапки? Все понятно. Давай капнем обезболивающий на твою лапку. И все готово. Можешь не плакать больше и не беспокоиться. Доктор, скажите, с ним все будет хорошо? Он не сильно ушибся. Вашему песику повезло. Упав с такой большой высоты, он ничего себе не поломал. Всего лишь ушиб лапку. Но я нанес ему обезболивающее. Теперь он не будет плакать. Поэтому все у вас будет хорошо. Главное, следите за своими питомцами. Спасибо вам, доктор. Спасибо большое. Слышишь, малыш, не надо шалить больше. Вот так вот. Видишь, с малышом все обошлось. Все будет хорошо. Но мамочка, я получается плохая, плохая хозяйка. Плохая девочка, которая допустила то, что малыш попал в беду. Ничего подобного. Наоборот, ты правильно все сделала. Вовремя вызывала врача. Он отсмотрел малыша. И все закончилось хорошо. Ты молодец. Спасибо, мамочка, а то я так переживала. А как мы их назовем? Пята, пишите нам в комментариях, как назвать песиков. Двух маленьких щеночков и одного большого песика. Какие клички им дать? Будем ждать ваших предложений. И конечно же, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями. А те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Пока-пока. До скорых-скорых встреч. И помните, друзья, что питомцы – это большая ответственность. Нужно о них заботиться и следить. И ответят они вам любовью. До скорых-скорых встреч.